13 ноября состоялась вторая встреча рабочей группы по организации и проведению празднования 150-летия со дня рождения Ивана Проханова. Обсуждались вопросы научно-практической конференции, рассмотрение эскизных решений по портфолио празднования, а также обсуждались предложения по формированию общего исторического наследия Евангельского сообщества России. Мы отмечаем не просто юбилей Проханова, мы говорим о российском евангельском движении, об его истории, о его исторических корнях, историческом наследии. Расширяется круг участников, сейчас уже определяется формат мероприятий, их календарь. Примечательно, что участвуют в той или иной мере практически все крупные евангельские союзы нашей страны. И это будет, надеюсь, таким серьезным, достаточно знаковым мероприятием. И важно, чтобы оно было не внутри евангельского сообщества, важно, чтобы оно имело серьезный, такой отклик в обществе, причем не только в экспертном, но и в самых широких слоях. Поэтому планируемая встреча, конференция в общественной палате, я надеюсь, привлечет большое достаточно количество и участников, и внимания, в том числе и средств массы информации. Когда я приехал в Бурятию, стал пастором церкви, узнал, что на этой территории работала в 19 веке английская духовная миссия. Тогда же я встретился с местными учеными, попросил немного дать информацию, и оказалось, что данной информации очень много, но в то же время она не исследовалась, не разбиралась, в связи с тем, что в годы советской власти тема миссионерства была непопулярной. Больше было как раз декабристы, их работы, восстания и прочее. Оказалось, что английские миссионеры, приехав в Бурятию, начали свою работу с организацией школ для местного населения, и чтобы подготовить учеников, чтобы знать языки и иметь возможность переводить Библию на родные языки местных аборигенов. Присутствие, влияние евангельских церквей на территории России. Призываю участвовать всех, призываю вложить в это наши силы, наши евангелизации, наши праздники, наши единые богослужения в городах. Кстати, Иван Степанович Парханов мечтал о создании города Евангельск в России. На самом деле мы можем 50 городов евангельских утвердить, как Москва евангельская, Евангельский Санкт-Петербург, также любой евангельский город, где есть десятки евангельских церквей, объединяясь вместе, праздновать единое богослужение. Город евангельский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова